Всем привет! В этом видео о том, как использовать ваш Android телефон в качестве веб-камеры для компьютера или ноутбука. Итак, первый способ это приложение DroidCam. Что нам нужно сделать? Первое. Из Play Market на вашем телефоне скачиваем приложение бесплатное DroidCam Wireless Webcam, ссылку я дам в описании под видео. После того как установили на телефон приложение скачиваем DroidCam Client для Windows, ссылку я также дам в описании под видео, то есть скачали и установили на компьютер с Windows. Следующий шаг, запускаем DroidCam на вашем телефоне, при этом и ваш телефон и ваш компьютер должны быть подключены к одной сети, неважно там кабелем, по Wi-Fi, лучше по Wi-Fi, но если компьютер подключен по кабельному подключению, то тоже нормально. Чуть попозже покажу также как сделать то же самое по USB. Итак, запускаем DroidCam на вашем телефоне, некоторое время ждем и видим отображаемые адреса для подключения, то есть они нам понадобятся, соответственно телефон далеко не выбираем, сейчас мы их будем использовать. Итак, теперь переходим обратно к компьютеру. На компьютере нам нужно запустить клиент DroidCam, который мы устанавливали до этого, и здесь выбрать Wi-Fi подключение, так как у меня в данном случае Wi-Fi подключение используется, и соответственно указать тот адрес, который мы видим на телефоне, в моем случае это вот такой адрес, и нажимаем кнопку Start. После этого камера начинает работать, вы ее видите уже здесь, вы можете свернуть клиент DroidCam, либо просто свернуть, либо с помощью клавиш Ctrl-H спрятать его в трей, то есть, например, сворачиваем, и после этого эту камеру можно использовать в ваших приложениях, там в Skype, Zoom и так далее. К сожалению, не везде она появляется, например, в том же Skype и Zoom вполне работает. Как это сделать? Например, я запускаю Skype, который у меня еще не настроен, и там в настройках нужно выбрать нужную камеру. Смотрите, запускаем и, соответственно, здесь мы выбираем камеру. В моем случае нужно выбрать DroidCam. Выбираю DroidCam и, соответственно, камера отображается. К сожалению, в бесплатной версии, вот у меня здесь изображение чуть-чуть вверх ногами и отзеркаленное, в бесплатной версии нельзя ее вращать туда-сюда камеру, хотя вплатно это можно сделать. Просто надеюсь, у вас такой проблемы не будет. И, собственно, дальше используем. То есть, либо в каком-то другом приложении там нужно, может быть, зайти будет в настройки, где также выбрать камеру DroidCam. И она будет работать. Единственное, учитывайте, что она достаточно сильно разряжает ваш аккумулятор. То есть, смотрите, чтобы телефон был на зарядке или каким-то образом еще заряжался. И, в общем-то, используйте, можно пользоваться. Также, обратите внимание, если у вас нет возможности подключить ваш телефон и компьютер к одной сети, то в DroidCam вы можете использовать подключение не по Wi-Fi, то есть, не по сети, а по USB. То есть, это вот этот пункт. Как это сделать? На телефоне потребуется включить оплатку по USB. О том, как это сделать, у меня есть отдельное видео, ссылка на него также там в описании под видео. После этого подключить кабелем телефон ваш к компьютеру и тогда здесь появится ваш телефон. То есть, обновляем конфигурацию после включения отладки по USB, выбираем ваш телефон и также запускаем старт и после этого все действия то же самое. Опять же, телефон будет играть роль веб-камеры. И еще один момент, если вам нужно поменять камеру, какая используется, фронтальная или основная, то это делается на телефоне в настройках DroidCam в разделе камера. Собственно, и другие настройки вы там сможете увидеть. В общем-то, ограничений здесь особенных в бесплатной версии нету, кроме качества, по-моему, там 720p максимум в бесплатной версии и плюс вот эти вот опции они недоступны, как раз те, которые вращать камеру, отражать ее и так далее. Вот, но тем не менее, как правило, она работает и можно использовать. Следующее приложение такого рода это IP Webcam. Ссылку в Play Market я также дам в описании под видео. После этого запускаем приложение, листаем всю эту страницу вниз и нажимаем кнопку запустить. Здесь у нас в итоге внизу будет отображаться адрес, по которому нужно подключаться, то есть именно он нам и потребуется. Далее мы можем поступить следующим образом. У нас опять же телефон и компьютер должны быть подключены к одной сети. Заходим на тот адрес, который отображается в приложении, это вот этот адрес в моем случае. После этого здесь есть возможность управления камерой, то есть передняя, задняя и так далее. Нас интересует то, как ее использовать как веб-камеру для чатов и так далее. Заходим в раздел драйвера для чатов, выбираем здесь IP камера и адаптер, нас перекидывают вот на эту страницу, нажимаем скачать отсюда, скачиваем 64-битную или 32-битную версию драйвера для Windows, устанавливаем. После этого что мы делаем? После того как скачали и установили, заходим вот сюда, у нас здесь будет конфигурация IP камера адаптера запускаемого, после этого здесь указываем тот же адрес, который у нас был, то есть в моем случае это вот так вот, но добавляем слэш и видео. Остальные параметры в общем-то не обязательно менять, нажимаем ok, собственно в данный момент веб-камера запущена как бы, то есть подключена и запущена. Проверяем, заходим например в тот же самый мой skype и здесь выбираем уже не droidcam, а вот эту камеру nspec camera, ну и соответственно также в настройках других приложений которые у вас будут. И вот подключение выполнено, то есть мы можем использовать камеру, также вернувшись на ту страницу на которой мы были, вот на вот эту страницу мы можем соответственно делать какие-то настройки нашей камеры, то есть увеличивать, обрезать и так далее, они будут отображаться там в том же окне вот здесь веб-камера. Соответственно настраиваем, используем и так далее, то есть тоже достаточно все просто. Вот на этом пожалуй все, спасибо за внимание, удачи вам!